Привет, меня зовут Стас Быков, сегодня поговорим про CRM-систему для бизнеса. Покажу, какую CRM я использую в своей деятельности. Ну и конечно же важно понимать, что автоматизация бизнес-процессов – это необходимость нашего времени. Может быть вы предприниматель или руководитель отдела продаж, инфобизнесмен, новичок, а может у вас есть свой стартап. Вам обязательно нужно задуматься над тем, как обрабатывать входящие заявки от ваших потенциальных клиентов, как вести с ними диалог, потому что это напрямую влияет на ваши доходы. И сегодня мы об этом подробно поговорим. Погнали! На своем YouTube-канале я уже более 7 лет рассказываю про интернет-маркетинг, какие источники трафика необходимо использовать для привлечения клиентов на ваши товары и услуги. Но здесь возникают вопросы, а как обрабатывать заявки от потенциальных клиентов, как вести диалог уже с существующими клиентами. И в этом видео я передам вам свой опыт, какую CRM-систему я использую, как я ее настраивал, ну и конечно какие возможности я получил после внедрения CRM-системы в свой бизнес. И на своей практике работы в интернете, а это уже более 17 лет, я перепробовал очень много CRM-систем, среди них был и BITREX24 и AMA CRM. И вы знаете, везде были какие-то ограничения, то есть мне не хватало функционала, были сложности. И вот сейчас я уже более года работаю на ОКО-СРМ. Меня она полностью устраивает, именно поэтому я решил с вами поделиться своим личным мнением, показать как я с ней работаю. Сейчас мы рассмотрим личный кабинет, покажу как делается интеграция, ну и конечно же рассмотрим какие возможности вы получаете после того, как внедрите CRM-систему в свой бизнес. Ссылочку на сайт ОКО-СРМ я оставлю в описании под этим видео и в закрепленном комментарии. Это для тех из вас, кто любит самостоятельно тестировать сервисы, есть такая возможность. То есть 14 дней бесплатно полного функционала сервиса. Просто нужно зарегистрироваться и начать тестировать. Ну а с остальными давайте вместе разбираться. Сейчас мы находимся в личном кабинете и здесь я вам покажу ту фишку, которая меня в первую очередь привлекла. Это режим одного окна. То есть не важно откуда вам будут писать ваши потенциальные клиенты или клиенты. Это инстаграм, это ватсап, это телеграм, фейсбук или другие мессенджеры или социальные сети. Сейчас я в этом видео все вам буду показывать. Весь диалог будет собираться здесь в одном окне. И вы или ваш менеджер будете эффективно работать и обрабатывать заявки. Также вся история переписки сохраняется, потому что создается карточка клиента, где как раз есть вся история и вся необходимая информация. Давайте покажу, как это работает, чтобы было наиболее понятно и наглядно. Вот сейчас мы находимся в моей группе ВКонтакте, веб-студии Абрикос Веб. Здесь потенциальный клиент может нажать, написать сообщение. Дальше открывается окно диалога. Он пишет «Привет, как дела?» И нажимает «Отправить». Обратите внимание, сейчас в режиме реального времени я как администратор или менеджер данного сервиса вижу, что пришло сообщение от клиента. «Привет, как дела?» То есть я на него просто перехожу. Я вижу, из какой социальной сети, из какой группы это отправлено. И нажимаю «Принять». Отлично. Что же здесь происходит, мы тоже можем написать сообщение. Дальше перейти к диалогу. И вот у нас. Дальше я пишу. Отлично. Нажимаю «Отправить». И здесь у меня от имени сообщества есть сообщение. Это очень удобно. Но вот для меня это вообще как раз было одной из приоритетных задач для того, чтобы со всех социальных сетей я мог общаться в режиме одного окна. И это возможно. Это делается, вот эта интеграция, буквально за 2-3 секунды. И здесь мы можем создать сделку на основе вашего диалога. После того, как вы пообщались, нажимаем здесь «Создать сделку». Дальше этап воронки «Сделка». Так, потребность выявлена. Да, сумма сделки, например, там на 1000 рублей. Дальше есть возможность, когда вы выясните рабочий телефон, ну, контактный или e-mail, также сюда ввести, нажимаем с вами «Создать». Все, сделка у нас создана. Мы можем справа внизу открыть карточку, нажать. И переходим сразу же на карточку сделки, где уже привязан данный клиент. Здесь же мы можем добавить, менять любую информацию. У вас все на экране сейчас видно, да. Мы можем этапы воронки проследить. Вот, счет оплачен. Видите, я его нажимаю. Все, у нас статус «Счет оплачен». Также мы можем создавать задачу, добавить примечания, прикрепить файл, отправить письмо. Это у меня новый клиент, поэтому сейчас пока информации нет. Да, ну, переходим в чат и видим всю переписку. Эта интеграция, она делается очень просто. То есть, нам нужно перейти вот здесь вот в настройки. Дальше «Интеграции». И здесь мы с вами видим те социальные сети, те платформы, те телефонии, да, даже, которые доступны на данный момент. Я вот «ВКонтакте» подключил и «Телеграм». Мы можем с вами по категориям посмотреть, по смс, по источникам сделок, по справочникам. То, что вы хотите использовать в своем бизнесе, можете здесь подключать, да. Я просто нажал на «ВКонтакте», дальше нажал «Подключить», связать со своей страницей и добавил группы, которые используются для интеграции. Точно так же с «Фейсбуком» и «Инстаграмом». Ну, например, вот «Инстаграм» нажимаю «Подключить», согласен на передачу данных, нажимаю «Подключить». Все, авторизация через «Фейсбук». Сейчас у меня здесь логин, пароль не введен, но потому что у меня там нет групп, да, нет личных страничек в «Фейсбуке». Если у вас есть, вы можете подключать. Давайте разберем, какие же здесь есть вообще особенности, да, помимо того, что есть единое окно с всеми чатами. Мы можем это посмотреть на демо данных, для этого давайте здесь зарегистрируемся. Я захожу в режиме «Инкогнито», чтобы у меня файлы не сохранялись. Переходим на главную страницу, здесь нажимаем «Регистрация». Для регистрации нам достаточно имя, e-mail, ну и, конечно же, телефон. И далее нажимаем «Получить код», для того, чтобы здесь зарегистрироваться. Я сейчас подготовил специальный телефон, сейчас мы будем ждать смс-ку вместе с вами. Она уже пришла, ввожу 4 цифры, все, и нажимаю «Зарегистрироваться». Сейчас на ваших глазах это все происходит, благодарим за регистрацию в ОКСРМ. То есть прямо сейчас вот создается личный кабинет, и мы с вами уже можем работать. Тем более 14 дней полный функционал на бесплатном заступе. Итак, нажимаем «Начать пользоваться». И мы сразу же попадаем с вами в личный кабинет, мы видим до конца пробного периода осталось 14 дней. И здесь у нас демо-данные, как раз на них сейчас мы с вами и разберем функционал данного сервиса. Вот здесь слева мы попадаем сразу в аналитику, мы можем видеть воронки. То есть за определенный период можно посмотреть, сколько выполнено сделать, сколько в работе, сколько просроченных. И также есть вкладка «Менеджеры». А здесь мы можем с вами по каждому менеджеру увидеть количество лидов, переговоров, счетов, на какую сумму и какая конверсия и средний чек. То есть мы можем с вами найти эффективного и неэффективного менеджера. Это очень помогает для того, чтобы работать со своим персоналом и дальше повышать их эффективность. Далее слева мы видим вкладку «Сделки», и здесь как раз есть они по этапам. То есть лид, потребность выявлена, договор и счет отправлен, счет оплачен и какие сделки находятся на каждом из этих этапов. Давайте, например, с вами посмотрим «Ремонт видеокарты». Я нажимаю, да, у нас есть здесь сразу же клиент, есть его контактная информация, мы можем ее, конечно же, менять. Здесь есть оплата, счет оплачен. Можем поменять этап воронки. Ну и справа мы видим «Создать задачу», «Добавить примечания», «Прикрепить файл» или «Отправить письмо». Также, если в чат перейдем, здесь будут все диалоги у нас собираться. Мы нажимаем «Создать задачу», дальше «Связаться с клиентом». И давайте сделаем там, ну на, через, предположим, 4 минуты или 3 минуты, да. Привет. Нажимая «Добавить задачу», все, у меня, видите, добавлена задача «Связаться с клиентом» в 20.53 по моему местному времени. Отлично. Давайте, пока время идет, у нас задача поставлена, давайте дальше разберемся. Итак, у нас есть количество сделок на каждом из этих этапов. Это очень удобно, это видно, да. Мы можем сразу с вами увидеть, если, например, на этапе лид у нас 15 лидов, а потребность выявлена 1 лид, значит, есть какая-то проблема с выявлением потребностей. То есть, мы на этой диаграмме с вами, на количестве сделок, можем видеть, где застопориваются процессы. Это важно, да. Вы, как руководитель, будете это видеть. И сможете там, конечно же, подкорректировать это. Далее, слева мы переходим с вами в «Контакты», и здесь у нас есть список всех контактов, которые есть в базе. Мы можем открыть карточку «Контакта», ну и также то же самое здесь «Чат», «Лента», «Добавить примечания», «Создать задачу», «Прикрепить файл». Далее, давайте посмотрим. Вот здесь мы переходим в «Счета», у нас есть «Касса», есть «Платежи от клиентов». Вся статистика, вся бухгалтерия, грубо говоря, по доходам и расходам ведется здесь. Когда мы перейдем в «Кассу», справа вверху мы можем нажать «Плюсик». Дальше, «Статья расходов оплаты по счету», ну, например, там 5000 рублей. Прикрепленные сделки мы можем прикрепить. Давайте найдем какую-нибудь сделочку. Так, «Ремонт видеокарты», которую мы с вами только что рассматривали, да, нажимая «Сохранить». Так, «Бюджет сделок не равен сумме платежа». Вы действительно хотите привязать? Да, хотим привязать, пускай будет так. То есть 5000 рублей мы привязали. Таким образом, у нас здесь все четко будет собираться, вся статистика. Дальше у нас есть раздел «Задачи». И вот здесь мы можем с вами увидеть просроченные задачи, которые в работе, на завтра задачи. То есть менеджеры могут планировать свой день, а вы как руководитель можете помочь менеджеру в решении этих задач, чтобы, конечно же, просроченных было как можно меньше или их вообще не было. Это в идеале, конечно же. Ну и слева у нас еще есть раздел «Почта». Я данные раздела не использую. И дальше у нас есть настройки. Мы можем их посмотреть. То есть можно создать уникальный URL-адрес портала, если вам хочется. Вот, например, «стазбыков.okacrm.com». Но он уже занят моим основным порталом, поэтому, видите, вы не сможете так создать. Вот цифру 1 добавляем. Видите, галочка стала зеленой. Мы можем уже создать адрес такого портала, по которому вы и ваши менеджеры будут попадать в личный кабинет. Дальше. Безопасность здесь, в принципе, все нужно. Да, и желательно это все настроить. Особенно от пользователя. Здесь справа вверху нажимаем плюсик и добавляем пользователя. Далее. Есть справочники, есть шаблоны, которые вам помогут. Например, рассылка акций. Давайте посмотрим. Я вот зашел. И мы можем создать здесь уже готовый шаблон по конкретной акции. То есть магазин спортоваров дарит 50% скидки на гейнеры. Да, вот здесь текст сообщения. И самое интересное, что мы макросы сюда подставляем. И под каждого клиента уже, например, имя клиента вставляется. Или телефон, или URL-адрес, или FIO, или какая-то другая информация. Она подставляется. То есть мы создали шаблон текстового сообщения, где разместили макросы. И они уже подхватывают реальные данные от клиентов и информацию о компании, например. И благодаря этому мы автоматизируем уже с вами. Что позволяет сократить ваше рабочее время. Управление воронками. Здесь интеграции. Вот это раздел, к которому мы как раз подобрались. Вспоминайте, я вам там показывал интеграцию с ВКонтакте. Что для этого нужно? Я просто здесь выбрал ВКонтакте. Дальше нажимаю подключить. Здесь галочку. Нажимаю подключить. И теперь нам нужно снова авторизоваться. Для этого надо ВКонтакте авторизоваться. И дальше мы с вами выбираем, какие группы будут использоваться в нашей интеграции. И по аналогии мы подключаем любую систему, любую социальную сеть. Это все делается очень быстро. Давайте даже могу здесь показать. То есть ВКонтакте. Я могу удалить. Удалить интеграцию. И снова просто создать. Так, у меня ВКонтакте. Нажимаем подключить. Дальше ставлю галочку подключить. Дальше авторизация ВКонтакте. Отлично, авторизация прошла. И теперь я выбираю группу. Как создать сайт. Разрешить. Все, теперь у меня группа подключена. Видите? И теперь я могу общаться, как я вам в начале ролика и показывал. Да, то есть все, кто мне пишет в группе, я буду общаться в режиме вот здесь, одного окна. И это делается буквально за несколько секунд. Давайте посмотрим. Здесь у нас вот есть колокольчик. Дальше задачи. У нас есть просроченная задача. Связаться с клиентом. Пока мы с вами смотрели. Мы на нее переходим и сразу же попадаем в карточку клиента. И мы видим вот связаться с клиентом. Все, отлично. Также добавить результат. Отлично. Пообщались. Нажимаю. Окей. Все. Результат сделки тоже есть. То есть это очень удобно. И все общение с клиентами, вся информация по клиенту, все задачи, они собираются в одном месте. И самое главное, что мне еще здесь очень нравится, нет дублей. То есть мы можем всю переписку с клиентами, всю информацию собирать в режиме одного аккаунта. То есть карточки клиента. И вот так вот я работаю с данной системой. То есть на ваших экранах, только что вам показал. Конечно же есть более тонкие настройки. Но об этом мы уже будем говорить с вами в следующих видеороликах. Поэтому если у вас будут какие-то вопросы возникают, то задавайте их в комментариях под этим видео. Я их буду выписывать и записывать отдельные видеоролики, где я буду все рассказывать. А также напоминаю, что ссылочка на данный сервис будет в описании под этим роликом. Также в закрепленном комментарии можете заходить, изучить более детально, подробно, визуально. Здесь видите все указано и показано. Также не забывайте, что 14 дней тестового периода вы можете бесплатно зарегистрироваться и начать тестирование полного функционала ОКСРМ. Все необходимые ссылки вы найдете в описании под этим видео. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях. Также не забывайте ставить лайки и подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видеоролики. А с вами сегодня был Стас Быков. До новых встреч. Пока-пока.